Так, братья и сестры, друзья, такая хорошая тема – «Ты влёк меня, Господи». Немножко для знакомства я хотел бы кратко свидетельство сказать, а потом словом поделюсь. То есть, как меня Бог влёк. Вы знаете, я так рад, что Господь меня влёк с самого детства. Я имел счастье родиться в христианской семье. О том, что это счастье, я в детстве не сильно ценил или недооценивал. С годами я понял, что действительно это такое большое счастье – родиться в христианской семье. Я в детстве такой был, ну как мне помнится, искренний. Я часто помню, вот даже до подросткового возраста, помню свои детские молитвы, искренне, со слезами. Мне очень нравилась наша церковь. Я сейчас часто вспоминаю об отце, его уже нет. И знаете, я часто молился, Господи, когда я вырасту, помоги быть похожим на моего отца. Мне он очень нравился. Он любил Господа, он ярко, хорошо проповедовал. И я смотрел на него и восхищался. И вот так вот молился. К слову сказать, сейчас уже у самого дети. И думаю, а молятся ли они так? Потом так быстро пришел подростковый возраст. Я сейчас смотрю на подростков. Знаете, почему я хочу немножко рассказать о себе? Чтобы вы поняли, что тем путем, которым вы сейчас идете, вот эти влечения разные в одну сторону. Господь влечет, мир влечет, еще что-то, бизнес влечет. Мы все это прошли. И вот чуть-чуть, чтобы не отрываться от вас, чтобы вы понимали, что мы такие же, этим же путем прошли. Мы и сейчас идем, просто немножко этап другой, чуть старше стали. И вот пришел подростковый возраст. Как я его сложно пережил. Как я сложно пережил. Так меня мир увлекал. У меня такие были талантливые друзья. Вот как мы любили футбол, любили теннис. Я вырос, ну и живу сейчас, в принципе, в станице Мишкинская, рядом с Новочеркасском. Вот, я помню, мы с другом своим так неплохо играли в теннис у нас там в клубе, сельском теннисной столе, настольный теннис. Обыгрывали всех. Пришел как-то главный агроном колхоза. Ну, дядька такой здоровый, очень гордый был. Мы его обыграли. Он злится, не может понять, какие-то салабоны, ну извините за выражение. Такого. А он действительно такой рослый, очень гордый. Трагично погиб. Нашли повешенном в собственном дворе. Ну, такой он, в общем, сложный был человек и, возможно, ему помогли в этом вот последнем случае. Ну и прочее. Такие вот, как-то я потом анализировал, думаю, непростое общество, дьявол меня. А вот, ну такие ребята хорошие, способные, талантливые. Сейчас все институты позакончили, начальниками работают. Да мои были друзья мерзкие. И так мне это нравилось. Вот так нравилось. А с другой стороны, я вам сказал очень коротко. Я вырос в христианской среде, хороший и был очень искренний. Очень много стихов я рассказывал. Несколько десятков, ну даже за сотню, наверное, стихов с детства. Я знаю, я на каждое собрание приходил, и вот если у меня не было стиха, мне было стыдно. Я не знаю, как-то вот отец сумел привить эту любовь мне. Ну вот. Потом вот этот трудный подростковый возраст. Как меня мир увлекал. Просто я сейчас вспоминаю ошмурашки. Вот. А родители молились, переживали за меня. И Бог дал милость. Я покаялся. Еще один момент. Считаю, я очень благодарен родителям, что они научили нас работать. Нас шестеро мальчиков и одна девочка у родителей. Это вам пригодится мысль. Вот. Я уже сказал, что вырос в сельской местности. Родители коров держали. Мне было, ну может быть, лет 12. Мама заболела, что-то плохо у нее сердце. А мне ее жалко стало. Я пошел корову сам подоил. 11 или 12 лет мне было. Она встает, окрыхтится, сердце держится. Я говорю, ма, все нормально, я уже подоил корову. Она там чуть не расплакалась. Ну, в общем, пришлось потом ей воспользоваться моим умением. И часто я корову доил. Только стыдно было в стадо ходить в обед. Там все бабульки такие, я бы пацан ходил. А вот дома доил. И, в общем-то, недавно козу приобрели. Я научил своих детей доить козу. Ничего там сложного, друзья. И страшного нету. Да. Вот. Потом еще многим ремеслом мы шапки шили. Я до армии, и сейчас, я умею любую шапку пошить. Обманку, полную шапку, любые шкуры мы выделывали. Это все я умел до армии. Не для того, чтобы похвалиться. Я вот так сейчас смотрю на своих детей, даже на молодежь, и думаю, то ли времена другие, то ли как-то вот какая-то атмосфера другая. Я не знаю. Сейчас мало что умеет молодежь. Ну и многое другое я умел. Сейчас не буду рассказывать, чтобы не показалось, что я сильно хвалюсь. Это благодарность своим родителям. Они приучили нас работать. И мне это уже потом во взрослой жизни так пригодилось. Поэтому, если вас родители дисциплинируют, чему-то учат, вы потом будете спасибо, как говорят сто раз говорить за это. А потом пришла армия. Кстати, когда я уходил в армию, у меня, ну, в общем-то, денег было несколько раз от армии откупиться. Мы умели зарабатывать как-то. И так вот. И старший брат у нас был очень предприимчивый. И мама была такая способная бизнес организовать. И вот перестроечные времена, ну, я уже, да, как я принял крещение, в общем, опущу, покаялся, принял крещение до армии. Вот. И потом, когда я пришел с армии, помню такой момент. Для меня стал очень, я до сих пор помню, как ярко я переживал вот этот выбор. Два влечения. В 92-м я пришел с армии, тогда развал Союза. Многие верующие и, ну, близкие мне люди, там, знакомые, открывали свои кооперативы, начинали свои бизнеса. И такие приличные деньги стали зарабатывать. Ну, старшее поколение помнит, чем славятся вот 90-е годы. И способные люди могли быстро раскрутиться и что-то заработать. Ну, и, в общем-то, у меня были к этому какие-то предпосылки, навыки, может быть. Вот. А с другой стороны, один момент я упустил. Тогда, когда я покаялся для молодых братьев. Тоже интересный момент. Он меня как-то сформировал и увлек. Это еще до армии, я только пока, лет 17 мне было. Встреча Григория Васильевича Костюченко из УЗ. Она проходила в Ростове, еще палатка тогда была на Щербакова. И огромное такое молодежное общение. Ну, и не только молодежное. Вот. Оно было долгое, как раньше было. И запомнилось оно мне несколькими пунктами. Лавочек тогда мы не знали на общениях. Набивалось людей столько, лавочки некуда было ставить. Я помню два момента. Помню, что общение шло примерно часов шесть. Мы стояли. Стояли часов шесть. И я так был рад, что рядом с нами был столбик, на котором держалась эта палатка. И вот четверо человек вокруг этого столбика немножко были счастливее тех, которые дальше от столбика. Потому что можно было облокотиться. Я до сих пор это запомнил. Я думаю, вот так меня выручил этот столбик. И вот мы с братом старшим стояли, еще там кто-то. И вот мы об этот столбик шесть часов облокачивались, как переминались. Но не это главное. Главное, я запомнил вот что. Григорий Васильевич, рассказывая о своей юности, о становлении, Я такую мысль сказал, говорит, знаете, молодежь, друзья, Когда-то я услышал свидетельство одного проповедника, Это передает Григорий Васильевич. Значит, что в своей жизни он никогда не отказывался от проповеди. И рассказывая о себе, говорит, я тогда был юный, И я тоже принял решение и помолился, Господи, помоги никогда не отказываться от проповеди. Вы знаете, я возле этого столбика прослезился и искренне помолился. Мне было лет семнадцать, может, еще не было, или так вот примерно. Я искренне помолился, Господи, помоги и мне никогда не отказываться от проповеди. Я не из смелого десятка, и первые мои проповеди, Когда я держал маленькое Евангелие, Я его держал двумя руками, потому что так тряслись руки, Что одной рукой оно бы вывалилось точно. Но как-то вот Бог мне помог в этой молитве, услышал эту молитву. И, оглядываясь на всю жизнь, я не помню ни разу, чтобы я отказался от проповеди. Это хороший принцип, который я часто советую молодым братьям. И вот пришел я с армии, Бизнес, многие наши верующие братья так вот разворачивают что-то, И у меня есть какие-то мысли. А с другой стороны, у нас молодежь, церковь, руководителя молодежи не было. Ну, в смысле, Я им стал нештатным сразу после армии. Вот, потому что был достаточно активный, наверное. Потом уже меня назначили руководителем. А первое время, и вот в этот момент, Знаете, я отчетливо, Передо мной стал выбор. Вот куда направить? Или хорошо зарабатывать деньги, Или все-таки служение, церковь, молодежь. И я так благодарен Богу, что Он меня увлек тогда и помог мне. Не стал я завязываться с большими бизнесами. Вот, поручили мне молодежную работу, и вот как-то я... Хотя и сейчас оглядываюсь, уже большая семья, живем безбедно, Так, Бог милость дает. Но какие-то большие бизнеса не стал я. Потом прошло немножко времени, Снова выбор, серьезный выбор. Многие начали уезжать в Америку. Там уже жила моя сестра, Оттуда уже перебрались мои родители. Вот. И нам там вот, ну, предложение, Подавайте документы, быстрее, скорее. Ну, и нас, пятеро братьев, оставшихся в России. Выбор такой. Кто-то подал документы, кто-то не подал. Я был среди тех, которые... Я сказал, нет, и документы не буду подавать. Потом я был там пару раз, и много посещал церквей. Вот. И ни разу не пожалел. И я откровенно всегда говорю, У меня там много друзей. И там проповедовал я и говорил. И друзьям, служителям, которые даже нам помогают, Там, может быть, что-то... Я говорю так. Я никого не осуждаю, кто уехал, Но никому не советую. Вот такая моя позиция. Ну, вот так вот Бог мне, Мне помог как-то... Ты влек меня, Господи. Я очень благодарен Ему, что Он меня увлек. Это не потому, что я как-то там... Он меня увлек. Вы знаете, вот... Конечно, сегодня вы стоите перед выбором. Я вам уже сказал, И я часто стою перед каким-то выбором. Но я вам хочу сказать, Что Господь наш, У Него есть то, что... Как написано в Псалме, Ты прекраснее сынов человеческих. Он предлагает то, Что не может предложить ничто в этом мире. Поэтому счастливы те, Которые делают правильный выбор В сторону Христа. Теперь я прочитаю текст, И немножко мы порассуждаем О Слове Божьем. Иоанна 15 глава С 13 стиха. Я прочитаю текст и скажу тему. Нет больше той любви, Как если кто положит душу свою За друзей своих. Вы, друзья мои, Если исполняете то, Что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, Ибо раб не знает, Что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, Потому что сказал вам все, Что слышал от Отца моего. Перед ростовскими друзьями, Извиняюсь, Если у них память хорошая, Помнят мою проповедь. В Ростове я об этом говорил. Итак, тема Друг Иисуса Христа. Друзья, Я хочу рассмотреть с вами немножко Три положения Отношения человека со Христом. Три положения. Враг Иисуса Христа, Раб Христа, И Друг Христа. Ну, первое положение, А потом я вас спрошу, Как вы думаете, Ну, или сразу спрошу, Враг Христа. Среди верующих людей Могут быть враги Христа? Вы вот пока думаете, Уже кто-то отвечает. Некоторые пункты, Которые я хотел отметить, Ну, враги Христа бывают разные. Разный уровень вражды, Вот так я скажу. Разный уровень. Первое, что хочется сказать. Христос, мы все знаем, Что Он умер за нас, Когда мы были еще грешниками, Нечестивыми. И Он за нас умер. Святой умер за грешников, Чтобы враг стал его другом. Враг это тот, Кто живет в своем мире. У него свои цели, Свои интересы. Это человек, который сам себе царь. Он сам управляет своей жизнью. Цель Христа царя, Приобрести весь мир. Для себя приобрести. Для Отца. Вот. Значит, тот человек, Который Живет для себя и сам себе царь, Он входит в конфликт с целью Иисуса Христа. Такому человеку неважно или не очень важно, Что хочет от него Бог. Не очень важно. Для такого человека не очень важно, Что говорит Библия. Хотя он может что-то и знает Из Библии. Такой человек, Он имеет свое мнение, Он этим мнением дорожит, Свое мнение отстаивает. Вот как вы думаете, Такой уровень вражды Или такой враг Может быть среди нас, Среди церкви, Среди верующих? Следующий текст, Который отвечает на этот вопрос. Филиппийцам 3.18. Апостол Павел, Обращая внимание на церковь, Смотрите, как говорит. Ибо многие, О которых я часто говорил вам, А теперь даже со слезами говорю, Поступают как враги креста Христова. О ком это плачет апостол Павел? Братья и сестры, Молодежь, Знаете, как часто бывает? Часто, Ну, может быть, Старшее поколение, Может быть, пресс-фитер, Переживает о церкви, Переживает о молодежи, Что-то пытается донести, И бывает так непросто. И бывает, кто-то за тебя уже, Может быть, Откровенно льет слезы, Как апостол Павел. Теперь даже со слезами говорю, Поступают как враги креста Христова. А он говорит, Ну, что вы меня напрягаете? Ну, у меня свое есть мнение, Ну, я хочу вот так. Поступают как враги креста Христова. Будучи в Калининграде, Я очень захотел побыть на той могиле, О которой нередко Евгений Кифорович упоминает. Ну, в общем-то, Когда где-то бываю, Я люблю побыть в каком-нибудь музее, Что-нибудь посмотреть интересное. Думаю, что это нормально, Чтобы нам чуть-чуть хоть развития иметь какое-то. Вот. Там рядом музей, Интересный, Не буду о нем. А могила, о которой я упомянул, На ней написаны такие красивые слова. Ну, я просто цитирую, Чтобы не ошибиться, Или вспомню. Если ты знаешь истину, И не поступаешь по истине, Ты враг истины. Я посмотрел, подумал еще раз, Сфотографировал эту могилу с надписью. Да, действительно, Нередко даже знающие истину, Становятся врагами истины. Ну, вот так коротко, Что я хотел сказать о тех, Кто являются врагами Христа. А кто такой раб? Следующий этап, Это раб Иисуса Христа. Раб этот царь, Признавший свое поражение. Он был во вражде, Был врагом, А потом признал свое поражение, Покорился царю Иисусу Христу, И стал его рабом. Но в тексте, Который мы с вами прочитали в начале, Сказана такая деталь, Которая отличает раба от друга. Я уже не называю вас рабами, Ибо раб не знает, Что делает господин его. Вот немножко об этом. Что это значит? Не знает, что делает господин его. Раб мало знает своего господина, Его характер, Его цели. Раб знает свои обязанности. У него отношения, Ну такие, Немножко официальные, Нет теплых отношений, О которых мы дальше поговорим. Вот, то есть заповеди. Так написано, Вот так можно, А так нельзя. Но не знает, Что нельзя, Но не знает, Почему нельзя. Он мало знает характер своего господина. Раб подчиняется, Но вынужденно. Это нередко бывает, Как раз, Вот в подростковом возрасте, Тогда, Когда дети вырастают В христианской семье, В христианской среде. И они вместе с родителями, Ну, Ходят на собрания, Вместе с родителями читают Библию. До какого-то момента, Они выполняют это, Потому что так надо. Вынужденно читает Слово Божие, Ходит на собрание, Да, Соответственно, Одевается, Ну и прочее, Как вот у нас принято. Знаете, Я один пример Расскажу. Вот, Два молодых человека, Так же выросли в христианской семье. А потом армия. Они близнецы. И, В школе так их нередко, Ну, Сейчас, Мне кажется, Вы этого мало переживаете. А в наше время, Немножко мы переживали. Я тоже чуть-чуть застал. Ну, Уже мало, Наверное, Те, Кто старше меня, Застали притеснения, Там, Настраивали очень сильно, Против верующих, Школьников, Учеников. Ну, Я тоже не вступал в пионеры, Там, Октябриата, Комсомольцы. Я еще, Я с прошлого века человек, Да. Вы, Наверное, Не знаете, Что такое, Октябриата, Пионеры. Вот. И вот эти два молодых человека, Едут, Уже с призывного пункта, В часть. И у них, На личном деле призывника, Вот тут, В уголку, Карандашиком написано, Родители баптисты. Я, Когда услышал этот пример, Я вспомнил свою армию, И все точно так же, Такое же дело у меня в руках, И тоже в углу написано, Баптист. Вот. И вот они едут, И один из этих близнецы, Двое братьев, Один нашел какую-то стерочку, И стер эту надпись, Карандашиком, Которая написана. Своему брату показывает, И говорит, Если ты хочешь, Можешь тоже так сделать. Ну, в общем, Они посовещались, И стерли оба. И вот они едут уже, Без этой надписи. Призвали их, В часть серьезную. Вот. Ну, Их сверстники, То есть, Те, Кто были верующими, И так о себе твердо сказали. Присягу не принимали, Обычно служили в стройбате, И это такая служба. Ну, более-менее, Свои сложности есть, Но вот у этих ребят Встретились свои сложности. Попали они в серьезные войска, Воздушно-десантные войска. И, Я не помню этот пример, Я кое-где рассказывал, Не помню, Здесь рассказывал, Когда был в гостях. Ну, в общем, Рассказываю уже дальше. Значит, Перед тем, Как принимали они присягу, Несколько прыжков С парашютом С самолета Нужно было уже сделать, Еще до присяги. И вот они переписываются Со своими сверстниками, С ребятами, Которые в других частях служат, С одной церкви, Там прочее. И пишут вот этот случай, А потом один из братьев Рассказывал пример. Мне он так запомнился как-то. Значит, Один из прыжков, Ну, в общем, Служба у них тяжелая была. Гораздо тяжелее, Чем у тех, Которые пошли В стройбат и прочее. Прыжок с парашютами все, С ними инструктор, Сержант Показывает, Как нужно правильно прыгать, Чтобы раскрылся парашют, Все прочее. Один, второй, пятый, десятый, Там много их прыгают. И вдруг ЧП. У одного бойца не раскрылся парашют. Это, сразу скажу, Не из этих двух братьев. Нет, они стали свидетелями Этого случая. Не раскрылся парашют. И надо же, Этот боец падает С телепающимся таким вот Парашютом нераскрытым. Он выскочил, Но не раскрылся. И вот он летит И падает на купол Парашюта сержанта, Который уже с несколькими десятками Солдат опускаются тихо На землю. Соскальзывает по этому куполу И летит мимо. Сержант моментально понимает, К чему идет дело. И падающего, Летящего мимо себя Бойца хватает за веревку, Которую называют стропа, Не раскрывшегося парашюта. Из-за того, Что очень огромная скорость И большое трение, В этот момент он сильно, Очень сильно поранил свою руку Или руки. В общем, Вся кожа практически, И мясо содрано было До костей. Но он успел. Успел, И уже за конец стропы Схватил этого бойца. И теперь они Гораздо большей, С большей скоростью Спускаются вниз. Вот. Этот молодой боец смотрит, Там кровь льется рекой, Что-то такое. Он понял, что... И кричит сержанту, Брось! Брось! Я выдерну Чеку запасного парашюта. А этот опытный сержант Говорит, Не вздумай! Уже поздно! Не успеет раскрыться. Но скорость увеличивается, Потому что парашют Рассчитан на вес одного Человека, А тут два. В общем, И такая вот у них перепалка. И молодой боец говорит, Бросили, Я обрежу ножом. Достает штык-нож И обрезал Эту веревку, За которую держал его сержант. Выдернул Чеку запасного парашюта. Но сержант был прав. Парашют не успел раскрыться. Не успел раскрыться. И этот боец погиб. Разбился. Собрались все мы, Говорит. И такая трогательная ситуация. Подходит с окровавленными руками Этот сержант. Жутко было смотреть на эти руки. Кровь течет. Упал Перед мертвым солдатом. И говорит, Показывая на свои руки. Неужели это было напрасно? Один поехал в цинковом гробу домой, А другой поехал В госпиталь. Значит, Вот что сделал Христос для нас, Чтобы из врага Сделать друга. Но, друзья, Второй этап, О котором я коротенько тоже сказал, Христос этим не ограничивается. Хотя, Кто-то скажет, Ну, апостол Павел Часто себя называет рабом. Но, Я посмотрел, Нигде в Новом Завете Христос не называет Своих последователей Рабами. В Ветхом Завете Несколько примеров есть. Раб Моисей, Давида Бог рабом называет. В Новом Завете Отношения, Вот о которых мы с вами прочитали. Вы, друзья мои. И дальше, Если. А теперь немножко о третьей Категории отношений со Христом. Друзья, Христос видеть, Хочет видеть нас, Воспринимать нас, Как Друзей, И больше того, Как царей. Хочет сотрудничать с нами В деле Строительства Церкви Божьей, Созидания Его Царства. Хочет видеть нас свободными. Знаете почему? Потому что Царство Божие Не может построить Раб. Не может. А только Друг. Только добровольно. И Христос, Привлекая нас, Приглашая К дружбе, Он рассчитывает, Что мы будем Воспринимать Его дело, Дело Царства Божьего, Как наше. Теперь вот Немножко Об Об этой стороне. Знаете, Я так вот Размышлял И смотрел. Друг Это тот, Который может Взять на себя Ответственность. Выше мы говорили, Раб, Он только Выполняет Приказы. И вот Интересное место Я Хочу Обратить Ваше внимание. Смотрите, Что говорит Для нас Христос, Для нас, Друзья, И для вас. 1 Коринфянам 3.21 Итак, Никто не хвались Людьми, Ибо Все Ваше Павел Леополос Ле Кифа Или мир Или жизнь Или смерть Или настоящее Или будущее Все Ваше Вы же Христовы А Христос Божий. Ну, Немножко Сложноватая Мысль, Но я Скажу, О чем там Речь. Христос Дело Царства Божьего Устройство Церкви Передает Нам И говорит Все Ваше Все Ваше Не чужое То есть Церковь Дело Божье Братство Ваше То есть Друзья Наше Это Огромная Привилегия Быть сотрудником Быть другом Иисуса Христа И сотрудником В его В деле То есть Воспринимать Успехи Царства Божие Как свои Успехи Погибающий Мир Как свою Боль Вот как Рассуждает Друг И я Хотел бы Друзья Чтобы мы Немножко Сейчас Вот Рассмотрев Вот эти Три Положения Дали Оценку Каждый Дали оценку Себе И своим Отношением Со Христом На кого Я больше Похож Враг То есть Живу По-своему Да Здесь Может быть В церкви Я как-то Вид создаю Знаете Наверное Вы слышали Один пример Вот Мне очень Печально От того Что часто Бывает у нас Такая Двойная Жизнь Ну и Я скажу Не только У вас У молодежи Но У молодежи Наверное Немножко Чаще Хотя И у нас Более Старшего Поколения Тоже Соблазг К этому Велик Один Молодой Брат Вы Может Слышали Этот пример Но Тем не Менее Пришел Работа На стройке Объявлена Была В церкви В общем-то Уже Внешние Работы Закончены Внутренняя Работа До молитвы Весь Заставлен Лесами Вот И когда Говорит Я пришел Рассказывает Этот молоденький Брат Оказалось Что нас Двое Диакон Более Старше Меня Намного И я Ну Говорит Ну что Будем Работать Двоем Я Полезу На чердак Там Мне Что-то Буду Делать А ты Молодого Братика Звали Вадим Разбирай Леса Только Смотри Аккуратненько Потому Что Я Говорит Посмотрел На эти Леса Думаю Брат Диакон У нас Вообще Постарел Он Мало Что знает Как можно Быстро Собрать Леса Нашел Кувалду Думаю Надо Главное Найти Основной Столб На котором Все Держится Сейчас Я так Вот Технично Его Уберу И все Сложится Хорошо Все Быстро И аккуратно Ну в общем Так я и сделал Нашел Кувалду Нашел Столб Который Мне показался Самым Основным Несколько Серьезных Ударов И все Начало Складываться Только я Не подумал Что Складываться Будет На меня В общем Как я Увильнулся Я не знаю Но сильно Травмировало Меня И я Упал Лежу Боль Такая Там Ударила Меня Доской Крепко Сильно Грохот Страшный Пыли Ужас Сколько Я Скривился И так Вот Хотелось Так Заорать Ну Стыдно Было Перед Дьяконом Вот Я Крыхчу И оттуда Голос Чердака Вадим Как там Твои дела Я Скрипился И отвечаю Так Бодрым Голосом Все хорошо Брат Не беспокойтесь И снова Скрючился Так От боли Стиснул Зубы Через Несколько Минут Вопрос Снова С чердака Вадим Как там Дела Твои Что Произошло У меня Нет сил Рассказывать Что Произошло Я Просто Кричу Таким Бодрым Голосом Все Хорошо Брат Не Переживай Ну И так Трижды Я Что-то Не понял Думаю Что там Старый Дьякон Этот Вообще Не Не Слышит Что Я Ему Говорю Я Сказал Все Хорошо А В это Время Уже Пыль Немножко Рассеялась И я Смотрю А он Через Дырку С чердака Смотрит На Меня Как я Корчусь От боли И не Поймет Как же Все Хорошо То Молодого Юношу Сейчас он Не сильно Молодой Уже Кадзай Вадим Знаете Наверное Про себя Он Рассказывает Приводит Пример Говорит Вот так Иногда Бывает У нас Двойная Жизь Такая Вот Вроде Бы Вроде Бы Мы Говорим Все Хорошо Подходит Снова Же Пресвитер Или Кто-то Как У тебя Дела Сестра Я За тебя Переживаю Ой Да Все Хорошо Брат Все Хорошо И Че Они Все Спрашивают Как У меня Дела И Кто-то Беспокоится И Что-то Говорит Мне Вроде У меня Все Хорошо Друзья Мои Знаете Я Вот Сравниваю Вот Эти Три Положения Враг Христа Раб Христа И Друг И Я Вам Скажу До Сих Пор И Сейчас Очень Часто Бывает Так Я Думаю Что Искренние Дети Божьи Знакомы С таким Состоянием Когда Склонишь Колени Сердце Перед Богом Молишься Со слезами Искренно И Так Такая На душе Радость Такая Благодать Господи Ты Меня Влек Я Тобой Увлечен Какое Блаженство Друзья Быть Вот в этом Положении Быть Другом Иисуса Христа Поэтому Я Хотел Бы Помните Еще Такой Момент Когда Христос Спрашивает У одного Человека Вы Вспомните У кого Он Спросил Друг Для чего Ты Пришел Да Иуда Христос Знал Для чего Он Пришел Я вам Скажу Христос Знает Для чего Ты Сегодня Сюда Пришел Ну Цели Цели Могут Быть Разные Конечно Самое Правильное Хорошее Чтобы Слово Божье Послушать О чем То Богу Помолиться И мы Сейчас Будем Молиться Нашему Богу И Знаете Я бы Очень Хотел Чтобы Мы Сделали Правильную Оценку Своим Отношением Со Христом Я еще раз Хочу Сказать Как Много Тех Людей Которые Испытали Дружбу Христа На себе Как Хорошо Со Христом Друзья Как Хорошо Поэтому Те Кто Ограничиваются Еще Отношениями Такими Ну Холодными Рабскими Я вам Скажу Друзья Мне Вас Жаль Искренно Но Жаль Вы Еще Не Пережили Вот Той Красоты Взаимоотношений Со Христом Дружеских Отношений Тогда Когда Вы Наверное Песню Знаете Я ее Знаю И хочу Ее Привести Вот Когда Имеешь Правильное Отношение Со Христом Сердце Поет Иисус Ты Мой Лучший Друг Ты Так Близок Когда Мне Трудно Когда Сердце Заноет Вдруг Ты Один Утешитель Чудный Без Тебя Нет Покоя Мне Без Тебя Лишь Одно Томление Лишь В Тебе Нахожу Вполне Я Душе Удовлетворение Тогда Когда Имеешь Общение Со Христом Тогда Имеешь И Удовольствие В Служении Ну Я Уже Не Буду Детализировать Эту Мысль Наверное Немножко Я Хотел Бы Закончить Одним Примером Вот Тоже Повторю Его Я Его Рассказывал Здесь В Макеевке Когда Был На одном Из общений Наша Молодежь Рассказала Декламацию Она Называется Стефан Вот Пожалуйста Поднимите руку Кто знает Эту Декламацию Чтобы я Сориентировался Стоит Ее Рассказывать Или Нет Стефан Макеевские Наверное Знают Я тут Рассказывал Мало Да Или Вообще Не Вижу Я Тогда Расскажу Постараюсь Быстро Это Я Так Понял Что Декламация Построена На Реальной Истории Одного Молодого Юноши Который Так же Как и я Вырос В христианской Семье Но Когда В процессе Того Как он Рос Значит Он рос В большом Городе И рядом С Дома Был Большой Спортивный Комплекс И там Был Бассейн Он записался Туда На секцию Стал ходить Плавать В общем-то Плавание Дело хорошее Кстати Полезно Для спины И все Прочее Вот И тогда Когда он там Занимался Один из тренеров Обратил Внимание На этого Парнишку По имени Стефан Подозвал И говорит Стефан Я смотрю Ты Неплохо Плаваешь Ты не хотел бы Записаться В кружок Или секцию В мою Я вас научу Более Правильно Плавать И И так Он стал Немножко Познавать Спорт Вид спорта Прыжки С вышки Ну Кто-то знает Наверное Они очень красиво Там прыгают Эти прыгуны В воду Трюки такие Всякие Делают Красивые Очень умело Входят в воду И все прочее И вот так Стефан Стал познавать Этот вид спорта И у него Очень неплохо Стало получаться Но он вырос В христианской Семье И у него Началась Такая вот Проблема Что Суббота Воскресенье Там сыгровка Нужно идти Воскресенье На собрание А у него Соревнования А у него Сборы какие-то И он уже Немало Завоевал Медали И даже Кубки у него В спальне стоят На шкафчике Я рассказываю вам Декламацию По названию Стефан Вы ее даже Можете найти В интернете Может где-то Выучите Вот Но меня она Впечатлила И вот Там описывается Вот это Его Его жизнь И переживания Родителей И все прочее Немножко сокращаю я И настал Кульминационный момент Когда родители Поняли Что Стефан Уходит очень далеко О нем уже стали Там писать Местные газеты Он уже Человек с именем И ему это Очень нравится Конечно И его пригласили На очень солидное Соревнование Где По всей видимости Он займет Призовое место Но к нему Вечером Подошли родители И говорят Стефан Нам нужно с тобой Серьезно поговорить Ты вырос В христианской семье Мы завтра Идем на собрание А ты едешь На соревнования Сынок Это очень плохо Мы за тебя Молимся И очень переживаем Он понял К чему идет дело Он начал нервничать И Перед его взором Спорт Прыжок Награды Слава Хотя он и понимал Что Есть Бог Конечно Есть Бог Но в этот момент Ему так не хотелось Думать о церкви О Боге В общем Разговор Не клеился И закончился Не очень хорошо Стефан Нервничал И Родители Не стали настаивать Мама Немножко Заплакала И они Оставили Выбор за ним Сынок Завтра Мы бы очень хотели Чтобы ты пошел На собрание Оставь этот спор Ты не тем увлекся С такими тяжелыми мыслями Засыпает Стефан И ночью Ему снятся Какие-то сны Тревожные Какие-то И вдруг Он проснулся Сна нету Он сел на кровать На край кровати И вдруг Отчетливо Он Услышал Тихий Но знакомый Ему голос Стефан Ведь я за тебя Страдал Ведь я за тебя Жизнь отдал А сегодня Ты хочешь Меня променять На вот это земное И так Нежно Заговорил с ним Христос И последнее он услышал Так вот В сердце своем Стефан Я к тебе подошел Сейчас Последний раз Ты сегодня Должен сделать Свой Последний выбор И снова Он начал Переживать Думать Нервничать И он Понимал Что это Бог с ним Заговорил Что Бог Его разбудил Он волнуется А потом Для себя В сердце Принимает решение Нет Я спортсмен Чтобы как-то Успокоиться Он пошел В свой Спортивный Комплекс Его хорошо знали Все тренеры Это восходящая звезда Города Спортивная Сторож Это была ночь Сторож запустил его Стефан объяснил Что завтра соревнования Ему нужно потренироваться Еще что-то Отработать Какое-то Ну в общем Пожалуйста Пожалуйста Стефан разделся Зашел на самую Высокую вышку Перед ним Огромный бассейн Вы знаете Прыгуны Перед прыжком Подтягиваются На носочках Расправляют руки А потом уже Прыжок там И разные Сальто там Трюки всякие И все прочее И вот Стефан Поднимается на носочки Расправляет руки И вдруг Вышедшая луна Через окно Огромного этого Комплекса Осветила его Сзади И впереди Открылся Огромный крест Это тень Его Распростертых рук И как-то Невольно Он замер И он снова Увидел Иисуса Христа И он снова Услышал голос Какой-то уже Нежный Но более тихий Чем даже там Дома Ему стало Страшно Он опустил руки Опустился На свои ноги Он сильно волновался И не стал прыгать Спустился По ступенькам С этой вышки И Господь Его там касается Вот Какой хороший Конец Этой декламации Он упал На колени И начал Молиться И говорить Господи Я не хочу Без Тебя Остаться Не хочу Погибнуть Не хочу Променять Тебя На Какие бы то ни было Пьедесталы И там Он покаялся А потом Чтобы просто Успокоиться Он решил Скупаться Сходит по ступеням В бассейн Первая Вторая Третья Пятая ступень И в ужасе Он понимает Что бассейн Пуст И этот прыжок Который бы он мог Сделать Несколько секунд Назад Он действительно Был последним В его жизни Вот такая история Я не знаю До конца ли она Правдивая Может что-то И Но такая декламация Есть Я когда послушал Думаю Действительно Друзья Действительно Вот такой выбор Перед нами Стоит очень часто И когда-то Вот такой Очень важный Выбор Конечно Я вас понимаю Как сегодня Красочно Влечет мир Со всеми Прелестями Интернета Еще каких-то Возможностей Но Как хорошо Что у нас Есть Господь Который говорит Я тебя Влек Я тебя И сейчас Влеку И Господь Открывается Нам Распятым На Голгофе И Господь Открывает нам Красоту Христианской Жизни И Красоту Служения Милые друзья Я вас Очень прошу Чтобы никто Из присутствующих Сегодня здесь Не сделал Опрометчивого Выбора Выбор И сегодня За вами И я бы хотел Чтобы мы Сейчас склонились Перед нашим Господом И помолились Кто-то Вслуха Кто-то Про себя И если Ты понимаешь Что в своей Жизни У тебя нет Правильных отношений Со Христом Надо их поправить Обязательно Надо поправить Это история Моя история Жизни Многие другие Говорят о том Что Как правильно Сделали Те Кто Направили Свой Выбор В сторону Иисуса Христа Кто стали Для него Другом Или Выбрали Своим Другом Иисуса Христа Дорогие Друзья Сделайте Каждый Этот выбор Для себя Сегодня Пригласите Христа Который Влечет Вас Своей Любовью Жизнь Свою И Хочет Предлагает Вам Руку Дружбы Я предлагаю Склониться Помолиться Коротенько Нашему Господу Аминь